Он встретил Кришна, и они обняли, и они обняли на земле. И все бриджбасы, включая деревья и птицы, они все плакали, потому что они думали, что что-то случилось к Кришне. То есть, случилось что-то неладное. Гопа Кумар, который в первую очередь пришел в сознание, и он, в большей стрессе, рассматривая какой-то защитой, он взрослый взрослый кришна и поставил их на голову. И как Гопа Кумар, который пришел в сознание первым, так же растерялся, и в поисках какого-то прибежища, очень разумно, поступил очень мудро. Он взял лотосные столбы Кришны и положил себе на голову. В тот момент Баларам несколько отставал от Кришны. Потому что Кришна ходил вперед и оставил их на каком-то расстоянии позади. И коров, и пастушков, и Баларам вместе с ним. И так в этот момент, так сказать, на сцену входит Господь Баларам, он видит, что Кришна лежит на земле уже в луже, так сказать, в грязи, без сознания. И он видит, что все Бриджбаси плачут. И некоторые из них, вы знаете, блядят. О, они блядят. Жалобные вопли. Что случилось? Наш Криш. Баларам испугался. Он стал думать, что же могло случиться. И на какой-то момент даже он стал плакать. Потому что его так же переполнили эти любовные чувства. Когда он вошел туда в толпу и увидел Кришну лежащим на земле, он так же стал заплакан. Но он быстро совладел собой, оглянулся вокруг и не обнаружил никакого источника опасности для Кришны. Вокруг не было ни демонов, ни какого-то оружия, ничего подобного. Вместо всего этого он увидел Сварупу, то есть Гопа Кумара, который держал лотосные столпы Кришны себе на голове. И тогда он подумал, ага, вот от чего Кришна потерял сознание. Это просто от любви. Он быстренько осватил Сварупу за руку и стал нежно поглаживать тело Кришны этой рукой, то есть рукой Сварупы. И так же он побудил Сварупу взять Кришну за шею и приподнять его голову с земли. То есть поступить в точности так, как поступили бы вы, если ваш друг потерял бы сознание и оказался на земле. И Баларам стал так несколько плачевно призывать Кришну. Эй, Кану, вставай! Пожалуйста, все твои друзья собрались и ожидают тебя, а ты валяешься себе. Пожалуйста, вставай, пошли домой. Мама Яшода ждет нас. Мы должны доить коров. Вставай, пойдем. И вдруг Кришна открыл глаза. И первым, кого он увидел, естественно, Сварупом, вновь обнял его и стал целовать. Затем лишь он оглянулся вокруг и увидел там целую толпу, которая вся присленно глядела на него, и он даже смутился. Его смущала мысль о том, что все Бриджбаси его раскусят. То есть все поймут, как сильно его переполнила эта любовь к преданному. So, Кришна got up and he took Gopakumar by the left hand and accepting him as, how do you say, a close, intimate bosom friend. И тогда Кришна встал, взял Gopakumar за левую руку и держал его близко к себе, как старого близкого, закадычного друга. Близкий друг. Народной. Как вы говорите? Народная. Народная губка. Народная. У нас очень важная. Это очень легкая отец. Народная. 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 Да. Народная. И тогда они все вместе пошли в деревню. Кришна по пути приветствовал каждого, кто вышел навстречу ему. Он кланялся одним, пожимал другим руки, спрашивал, как вы поживаете, все ли хорошо у вас дома, как твоя семья и так далее. So now they began to enter into the village. So all the people were very ecstatic. Oh, Krishna is coming back. But the animals who had followed them, followed Krishna and his friends, up to the gate of the village, now they were miserable. Because now they were leaving, Krishna was leaving them. Итак, Krishna приближался, то есть входил в селение по дороге. И все сельчане очень радовались, потому что они в конце концов дождались Кришну. Но животные, которые сопровождали его, шли за ним из лесу, испытывали совершенно противоположные чувства. Они погрузились в печаль, потому что Кришна уходил от них. And the animals simply stood at the entrance of the village, prepared, well, staying there all night with the hopes of seeing Krishna again in the morning. Животные толпились там, оставались у ворот, у входа в деревню. И собирались нам провести всю ночь в скорбном ожидании утреннего выхода, Krishna. So then they took the cows to the Goshala. And Balarama, Krishna and Nanda Baba, they milked the cows. With many other servants, of course, because they had hundreds of thousands of cows. So then Nanda Maharaj anxiously told Krishna, said, My dear boy, you immediately go home now and take your meal. You must be very tired from wandering all around the forest all day. You go home with Balarama and take your baths, and I'll take care of the cows. Please don't delay, otherwise Mother Yashoda, otherwise Yashoda will be, she might become angry with me. So don't delay, please do what I say. So Krishna and Balarama came back to the house. And Yashoda and Rohini quickly met them and worshipped them by offering them an arty to all of the limbs of their body. So Mother Yashoda hadn't seen Krishna all day, so she embraced him and she kissed him. And she wiped him with her own hair. She couldn't decide whether or not to keep Krishna on her head for protection, to protect him. Or to keep him at her chest, or to keep him inside of her womb. In other words, she wanted to just like take Krishna into herself. You know, like maybe you may sometimes see someone you love so much, especially maybe a child, and you feel so much love for them, you just want to eat them. And sometimes people say that. There's some expression. So, now, Sarup is also there. So Mother Yashoda also embraced him in the same way. Because Mother Yashoda had seen how Krishna had greeted Gopakumar in the front of the village. So she saw how much affection and love he expressed and how he was overwhelmed, so she accepted him in the same way. So, in other words, she was expressing love for Krishna's devotee as much as for Krishna himself. She put him on his lap and she embraced him, so she showed that we should love Krishna's devotees as much as we love Krishna. Those who are dear to Krishna are also dear to us. Those who are dear to Krishna are also dear to us. And by... And by... So that's natural. That's spiritual love. That's spiritual love. When the devotee is just beginning his devotion, his love is just focused on the Lord in the temple. And as he begins to advance, his love begins to expand. And then... So then he may appreciate perhaps more... He will begin to appreciate a spiritual master. And the love will also go to the spiritual master. And he advances further, then his love will perhaps go to the associates of the spiritual master, the god brothers of the spiritual master. And then his love will begin to expand further to his god brothers and god sisters. And then his love will expand to all devotees. When he advances further, then he won't... He won't be too much concerned whether the person's mind, you know, god brother or god sister. He'll love all the bodies. And then he'll advance further and he'll feel love for all human beings. And then all for all creatures. And then all for all creatures. And this way his love is expanding because that is the nature of spirit, Anandam Bodhi Vardhanam. So in this way the devotee progresses from Kaniṣṭha to Madyam to Uttam Adhikari. So this is expected. We should want this to happen. So if our love is not progressing, you know, just from the deity to the guru and other senior Vaishnavas and then god brothers and devotees and all living entities. Then we should understand that something is wrong. We have to make some adjustment in ourselves. So then all the gopis came. Some of them had some excuses for going to Nanda Maharaja's house and some didn't. Nекоторые из них имели предлоги, по которым они, так сказать, навестили дом Nanda Maharaja, а некоторые даже не беспокоились ни о каких предлогах. But the ones that didn't, they didn't care what other people thought. Because the gopis are beyond concern for public opinion or what others think. So seeing that Yashoda and Rohini were preparing to give Krishna and Balarama baths. So seeing this, Krishna told his mother that, Mama, we are very hungry, please go cook some rice quickly. Because Krishna wanted to have some intimate exchanges with the gopis. So he wanted his mother to go in the kitchen and cook. So then the gopis caught on, the gopis caught this idea, and they said yes, you take care of this more important business and we'll do this bathing, we can do this. So. So. You quickly get everything together for feeding these two boys, and we'll happily give them a bath very quickly. So then Yashoda said, alright, you bathed the elder boy first, and then sent him to call his father from the cow shed. Then Yashoda said, alright, you buy the elder boy first, and send him to the father to the father. Mati Yashoda never thought that the gopis had some ulterior motive for offering this service. So the young gopis, they welcomed Yashoda's words, and they quickly bathed Balarama and sent him to the boshala. Because the gopis, they can't relax in front of Balarama because he's the elder brother. There's some feeling of respect. So they can't like joke with Krishna in front of Balarama. So they quickly got rid of him. I'm disposed, yeah. I'm disposed, yeah. У гопи есть одна особенность. Они не могут расслабиться, так сказать, дать волю чувствам перед лицом Balarama, поскольку он все же старший брат, и к нему они испытывают определенное отношение почтения. Поэтому они постарались побыстрее от него избавиться. Конечно, это не означает, что они не любят Балараму. Балараму они любят точно так же, просто эта любовь имеет большую долю примеси почтения. И порой Баларама улавливает это, он понимает, что происходит с ними, и он уходит сам по собственному желанию. Тогда уж гопи стали понемножку раздевать Кришну, снимать с него серьги, корону, разные украшения, одежду и так далее. Гопи там было великое множество, и каждая из них все пыталась что-нибудь, так сказать, оставить себе из одежды Кришны. Одна забирала серьгу, другая там перо, еще что-то. Так они разделяли это служение. Потому что они вовсе не безразличны друг к другу, они хотят, чтобы все они, чтобы каждая из них была счастлива. So then they began to preliminarily wipe Krishna with their own saris. And then, as they were taking one ornament after another, they saw Krishna had the flute in his hand. So they started asking him for the flute. Так, снимая с него понемножку одно украшение за другим, они заметили, что у него в руках осталась флейта. И стали просить его отдать эту флейту им. And they were greedily demanding, give it to me. И они с жадностью требовали, отдай ее мне, мне отдай. And another one would say, give it to me. Другая также говорила, нет, мне отдай. No, give it to me. Нет, отдай мне. And that's why the... So Krishna didn't want to give them this flute. The gopis, they feel kind of a rival competition with the flute. И гопи стали ощущать чувство соперничества по отношению к этой флейте. Because the flute is always stealing away the nectar of Krishna's lips, which is their property. So they feel a little bit jealous. Потому что флейте посчастливилось постоянно испивать нектар, которые источают губы, Krishna, которые, в общем-то, являются собственностью гопи. Поэтому они испытывают определенную ревность к ней, к флейте. And they can't understand why does this, you know, bamboo stick get so much nectar and mercy? Они никак не могут взять в толк. Почему эта жалкая бамбуковая палочка получает так много милости? I mean, we're we're Krishna's girlfriends and we don't get and we don't get as near as much nectar as a foolish flute. Они думают, мы же подруги Кришны. И мы не получаем даже капельки того нектара, который получает эта глупая палка. That flute is it's not even a female. It's male. В конце концов, этот этот бамбук даже не женского рода, он вообще мужского рода. What pious activities has he performed to get this position of always drinking the neck of Krishna's lips? Какие же такие благочестивые подвиги совершал этот бамбук, чтобы получить вот такое благо, постоянно наслаждаться нектаром, исходящим из уст Кришны? Скорее всего, его родители, то есть все бамбуковое дерево и река Емуна, наверняка они должны очень гордиться им. И он такой жадный этот бамбук, он сам испевает весь этот нектар и не оставляет нам даже капельки. А когда мы приближаемся к нему и умоляем его, чтобы он оставил нам хоть несколько капель, он плюет на нас и отгоняет прочь. Did I hear that? So, Hare Krishna. So, we should, the gopis wanted to get that flute. We should get that flute and get rid of it somehow. Throw it in the jamuna. Or send it to matura on a you know, a tanga or something. A bullet cart. Throw it on the top of the cart and send it to matura. or or but anyway, Krishna didn't want to give up his flute. But Krishna didn't want to give up his flute. И он сделал рукой жест Сварупе. То есть, не рукой, а глазами он сделал жест Сварупе. Сварупа стоял у него за спиной, поэтому он слегка повернул голову, показал глазами и кинул флейту через плечо. Она сделала несколько кругов в воздухе, Сваруп словил ее, поймал ее. Тогда гопи стали мазать тело Кришны ароматными маслами. И стали нежно массировать его тело своими лотосными руками. В то время он издал, он свистнул и сделал такое лицо, как будто ему очень больно. Естественно, тут же вбежала мать Ишода и стала спрашивать, что случилось? Только тогда она поняла, что Кришна шутит, потому что у него лицо засияла улыбка. Она сказала, понятно, и вернулась на кухню. Гопи также смеялись, но одновременно они испытывали определенный страх. Они решили, что пора запеть, потому что Кришне очень нравились их песни. И к тому же они хотели как бы замаскировать, так сказать, создать звуковую маскировку, чтобы мать Ишода не слышала других шуток Кришны и не прибегала сюда из кухни и не мешала таким образом. Ну, то есть не портила бы всю атмосферу. Тогда гопи стали омывать Кришну теплой, ароматной водой, ямуны, которую держали в золотых сосудах, украшенных драгоценными каменями. Пожалуйста, не забывайте, представьте, что все это происходит с детьми. То есть Кришне может быть восемь или девять лет, а гопи — шесть или семь. И это лила проходит на Голока Вриндаване. Затем они одевают его и украшают всевозможными украшениями, как актера на сцене. Они украшают его в точности, в соответствии с его желаниями. Надевают гирлянды, сандаловую пасту, накладывают тилыки. И они принесли разные драгоценности и начинают надевать их также. Затем они уводят Кришну в несколько уединенное место, и там кормят его маслом, пирожными и разными сластями. Они не хотят, чтобы Мать Яшода все это увидела, потому что она, естественно, подумает, что они таким образом испортят аппетит Кришне, и у Него начнется несварение желудка. Затем они начинают поклоняться ему, предлагая ему всевозможные атрибуты, благовония, ароматные масла. Затем они берут остатки всего этого и, так сказать, поливают себя или кладут себя на голову. Затем, используя мускус, землю, они украшают его тело всевозможными знаками, его грудь, горло. Все это время Кришна любезно глядит на них и ведет такую расслабленную беседу, шутя о том, как они провели день в лесу. Гопи пытаются наложить на веки Кришны эту черную мазь, то есть этот мазок черной мази. Он тем временем шутит, и его глаза как бы неспокойно, они двигаются, и они начинают нервничать, у них руки трясутся. Да, и Кришна тоже, как, you know, tickling them, you know, touching them. Кришна щипает их, да, да. Кришна, к тому же, их щипает. Он щипал их. И от этого щипания все становится еще хуже, у них вообще трясутся руки, эта мазь размазывается, сандаловая мазь, то есть у них не получается все как надо. И Кришна говорит, ну-ка снимите все это с меня и сделайте как следует. Они опять все стирают, опять начинают накладывать, и так это продолжается долго. Мати Ашотта все время от времени приходит из кухни и выражает недовольство. Она стоит вот так под боченившись и говорит, ну, почему вы так возитесь долго? Она делает вид, что гневается, но на самом деле она никогда не сердится на гопи, потому что очень их любит. Она говорит, вы дети, вы не очень надежны. Вы все еще не кончили его омывать и украшать. В то время там присутствовавшая бабушка Мукхара заметила, что Кришна очень расположен шутить и также стала, так сказать, подшучивать с Ним. И в то время в очередной раз вошла мать Яшотта. Мукхара сказала, иди сюда, Яшотта, иди сюда, смотри. И Мукхара сказала ей, Яшотта, приходи сюда, смотри, как они разукрасили твоего сына, Шамасундару. Он стал таким прекрасным. Яшотта пришла, увидела, что там все смеются, что все веселятся, но она опять напустила такой гневный вид. She said, Моя Шамасундару, лотосные стопы моего сына Шамасундару, то есть лотосным стопам поклоняются, его лотосным стопам поклоняются всевозможная, так сказать, всевозможная, естественная красота. Если сложить воедино всю красоту всех этих гопи, то она все равно не заслужит того, чтобы красота даже одного единственного пальца на ноге моего сына преклонилась бы перед красотой, перед их красотой. И так Гопа Кумара сказал своему ученику, этому Брахману, что как можно даже хотя бы пытаться описать красоту Кришны, она просто не описывает. В мире невозможно найти ничего такого, что шло бы хоть в какое-то сравнение с красотой Кришны. Даже другие формы того же Господа, как Нараян, Арам или Нисимха, не может идти ни в какое сравнение с Ним. Ни Ядунат, ни Двараканат не могут с Ним сравниться. Кришна лучший из всех, так сказать, романтических героев. А Радхарани лучшая из всех героинь. Гопи уже заканчивали все это, когда услышали голос Нанды Махараджи, и они быстренько ушли оттуда. А Кришна предстал перед Нандой Махараджи. Тогда все вошли в гостиную и уселись на золотых креслах. Нанды сидел в своем золотом троне. С его левой стороны сидел Кришна, а с правой — Баларам. Туда же вошел и Сварупа. Он был несколько смущен, но Кришна с Баларамой велели ему сесть прямо напротив Нанды. Он сказал, не, нет, не надо, но они велели ему, ты должен сюда сесть. Яшодас Рухини стала выносить из кухни в гостиную всевозможные отборные яства, достойные императора. То есть они отличались особым вкусом и ароматом. Особенно Рухини отличалась тем, что очень красивым образом, так сказать, выкладывала всю пищу на подносе. И Кришна стал принимать пищу. И Кришна would take the food and roll it into a ball. He would mix different things and like roll it into a ball and then put it in his mouth and chew it. Он смешивал, он брал по кусочку с разных блюд, смешивал их в один шар, и затем этот шар значит клал себе в рот. And his mother, his father and his brother were all feeding him also, putting food into his mouth. Но к тому же его кормили и его мать, и отец, и брат. Они все занимались тем, чтобы класть пищу ему в рот. Он так шутя, играясь, все это ел. See, for Nanda it was very convenient because Кришна was on his left side. See, there's an etiquette that the older brother should be on the right. But it was also because Nanda could very easily feed him. Кришна, he would put the food in his mouth and they would laugh. He would watch Кришна chewing the food and he would take some more. Have you ever heard so much detail about what's going on in the spiritual world? Слышали вы когда-нибудь так много подробностей о том, что происходит в духовном мире? Sanatana Goswami had this all revealed to him in a divine revelation. And he's writing a commentary on his own revelation. And he's writing a commentary to his own revelation. So, this is, you know, this is Nitya Lila. It's going on every day. Krišna and Balarama sit with Nanda Baba and they take their meal and Yashoda and Rahini bring in delicious food. This is Nitya Lila. It's Nitya Lila. It's going on forever and it's going on every day. Krišna Balarama and Yashoda, so that Krišna Balarama принимает food, and Rahini and Yashoda everything and he brings and Krišna began the meal with sweet rice, sweet rice, from the beginning. Принимать пищу Кришна начинает со сладкого риса. Как в Гуджарате. Так принято в Гуджарате. Такой обычай. Не только так, он тоже получил каек и жалеби. В начале еды он ест все сахар. Кришна любит сахар. И не только сладкий рис. В самом начале еды Кришна еще принимает разные джалеби, разные пирожные и так далее. Кришна любит сладкие. Затем он принимает различные блюда, приготовленные на топленом масле, ну, то есть на ги. Затем то, что приготовлено из йогурта и молока. В конце еды по середине, так сказать, где-то в середине приема он принимает такой нежный, мягкий рис. Вместе с жареным паниром, там скажем так. Fried dhal dhal balls. И также жареные шары из dhala. Шак, суп, и сабджи. А также шак, суп, и сабджи. А в конце он принимает такой густой, конденсированный йогурт, ну, примерно как кряженка. А также пахту с асфатидой. Все это время, то есть во время еды, Кришна постоянно кормит сварупу, то есть подавая ему пищу через стол. Гобу Камар told his disciple in Mathura that neither the words, neither words nor the mind can picture how Кришна's lovely tongue rising up to his pink lips sported with the cheeks of his lotus face while he was chewing the food in such a beautiful way. И Гоба Кумар говорит своему ученику, этому Брахману, что никакими словами, никаким языком невозможно даже начинать описывать ту красоту, которую он видел, когда розовый язык Кришны поднимался к его губам и играл между ними, когда он жевал эти разные блюда. That somebody else has to who will translate? It's very short, but I thought it would be finished by that time, no? Well, no. No. Well, ten more minutes. Can it wait ten minutes? No. No? Okay, well, we need another translator. Who else can translate? It's very short. Come, please. Valdez can translate. He's absorbed also. He's enjoying the leela. So he translated the last thing. So also that was... Yeah, yeah. Yeah, you said. Okay. So this was complemented by Krishna's movement of his eyebrows, which were dancing on his lotus face as he was chewing the food. And it was doing the dance of the Krišne, when he was chewing the food. Everything the Supreme Lord does is attractive. Everything the Supreme Lord does is attractive. And this is also true of his pure devotees. And this is also true of his pure devotees. Like Prabhupada was like that. Everything he did was very beautiful to behold. Например, Prabhupada, все, что он делал, было очень изящно. Even just the way that he moved his hands, даже способ, как он двигал руками, the way he walked, как он ходил. Many devotees had the impression that his feet were not touching the ground, as he kind of glided like through the air. У многих преданных создалось впечатление, что его столпы не касаются земли, что он как бы скользит по воздуху. And you can see it in videos, the way he moves his head and his hands. It's very aristocratic. И вы также можете это увидеть в видео, способ, как он двигает руками. Это очень аристократический. So, Krishna was eating in such a beautiful way. And Sarup was watching him from across the table. Krishna kushal таким изысканным образом и Sarup наблюдал за ним через стол. So then the gopis brought in the food that they had made in their homes. And they had brought this and now they were serving that to Krishna. And then the gopis принесли пищу, которую они приготовили у себя дома, они это принесли Krishna. Well, actually, they brought this to Mother Yashoda and then generally Yashoda would serve at the table. But Krishna knew that these preparations are from the gopis. My girlfriend, so so now I will eat that and he made some very playful expressions looking so that they will be happy to watch him. And when he was eating and eating he was eating and eating and eating and he began putting some of the preparations in Sarup's mouth also. And he began And he began putting some of the preparations in Sarup's mouth also. Then Shemati Radharani brought a plate of Manohara Ladu's and placed it to Krishna's left, right next to Krishna's left side. Then Radharani принесла поднос с Manohara Ladu и поставила рядом с Krišnой. Manohara means to steal the mind. Manohara означает украсть ум. So these sweets are supposed to be the best of all different sweets. Считается, что этот вид сладостей он самый лучший среди всех сладостей. And Shemati Radhika made them with her own lotus hands. И Shemati Radhika приготовила их своими собственными лотосными руками. So Krishna picked up one of these and held it like this. Krishna взял одну из них и вот так держал в руке. There was some шарики balls and there were some larger flat ones. They're different shapes. Они были разной формы. Там были шарики и плоские такие. So Krishna held this up to his nose, right up to his face and he smelled it and then he made a face like this. Krishna преподнес это к лицу, он это понюхал и потом сморщился так. So when that happened, then Balarama started smiling and Nanda Baba was very surprised. How could this happen? Nanda Baba was very удивлен. How could this happen? And Mother Yashoda became very angry. What has Radhika done? What has Radhika done? And then Radharani's friends they thought oh no maybe we put salt instead of sugar or maybe something that we do. And then Radharani's competitors who were also there they also were happy they were happy happy so this whole scene started happening right and so Krishna just took all the ladus and he just dumped it onto Sarup's plate and then you know he said that Krishna thought that these bitter ladus are not suitable for me but her relative deserves to eat them because Sarup is in the family of Radharani like her brother or maybe cousin something like this he took a bite and it was the best of all the preparations it was extremely tasty очень очень вкусно and it was very delicious so so then he began to realize that this is just a joke and he then realized that this is just a joke so Krishna also was looking at Radharani who was like hiding behind a wall peeking out and also was looking at Radharani who was like hiding behind a wall peeking out and he made some funny face you know looking at him because he didn't want Radharani to feel too much ashamed or unhappy that Yashoda was angry at her because he didn't want Radharani to feel too much ashamed Yashoda was angry at her so Krishna actually knew that these ladhus were perfectly prepared so he gave them to his friend Sarupi he didn't just give them he didn't just give Sarupi something that he didn't like because it was a joke he didn't give them that he didn't like something that he didn't like it was only a joke so Sarupi understood that this was this was a play to satisfy Krishna to satisfy for Krishna to satisfy his devotees So then after this Krishna washed his mouth and playfully began to chew on pan and as he was looking at Shri Radhika he placed his chewed remnants of pan into the mouth of Sarup and he was watching looking at Radharani as he was watching and he was watching looking at Radharani because Krishna is the most romantic hero because Krishna he was able to please Shri Radhika without anyone else noticing and 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 because the the symbolism is that he is giving this to her because Sarupi is in her family because symbolically he was giving this to her because Sarupi is in her family so Sarupi is like Radharani's representative Sarupi like the guru he is like Sarupi is a guru he has the Brahmin from Mathuri as his disciple Sarupi is a guru he has the ученик Brahman from Mathuri and he is dear both to Radharani and Krishna during this conversation in Mathura to this Brahmana later on in the in the chapter Sarupi he he doesn't he controls himself from speaking about the gopis because he is afraid it will create too much ecstasy in him and he won't be able to continue speaking and he is a cowherd boy in Sakya rass so it's not only those in madhurya rass who appreciate and get ecstasy from hearing about gopi lila so it's not only those in madhurya rass who appreciate and get ecstasy about gopi the cowherd boys also love for the gopis they also feel appreciation for them because they see that the gopis are most dear to Krishna so they appreciate the gopis so then in a kind of loving anxiety madhi ashoda came and she started rubbing Krishna's belly with her hand and chanting mantras so that he won't get indigestion and she with her and she started with her and she and she massing the body of Krishna and she read the mantras to be у Него все это переварилось. Сейчас, может быть, есть вопросы. Вам нравится слушать про духовный мир? Вы хотите туда отправиться? И поужинать вместе с Кришной хотели бы? Может быть, у вас есть вопросы? Что это? Сарупа или сварупа? Сарупа. Сарупа. Его зовут Сарупа, а не сварупа. Не сварупа. Это не название. Бабушка, бабуля. В первую очередь вы должны это прослушать. Так что сегодня мы начинаем этот процесс. Этот процесс уже запущен. Сейчас уже поздно выходить. Сейчас ваши сердца уже будут влюбляться в Кришну, и вы это не сможете остановить. Бабуля. Осторожно. Вы попадаете в рот большой змеи, так что осторожно. А когда вы войдете туда, вы не сможете выбраться. Это большая змея любви к Богу проглотит вас. И остаток жизни вы проведете плачу. Испитывая огромную разлуку. Чувствую разлуку. Да. Да. В духовном мире есть гнев, зависть, даже возжеление. Но это изначальные формы этих эмоций. И в их изначальной форме там нет никакой злобы. То есть нет никакого вреда в этом. Как, например, зависть и гнев, обычно там присутствует злоба. Но здесь такая зависть, что я чувствую, о, она так хорошо служит Кришне, я бы тоже так хорошо хотел служить. Мы не стараемся опустить другого. Такова чистая форма зависти. У всех чувств есть чистая форма. Кришна также крадет, но это доставляет другим радость. Когда мы крадем у людей, то люди от этого печальными становятся. В основном все, что вы делаете в материальном миру, опечаливает других людей. Кроме только если вы знакомите их с Кришной. Потому что это нематериально. Поэтому нам надо немножко понапрячь свои мозги, чтобы понять, каковы изначальные духовные формы эмоций. Слушая, как преданные это чувствуют в этих разных играх, мы можем немножко получить представление. Доброе утро, Данишна. Сейчас мы говорим о этих эмоциях, и мы понимаем, что это пюре, и это все-таки, но как мы можем их отличить от имитаций, от сахаджия-типе эмоции? В население, или в других? То есть, в себе увидеть, что у нас, какие у нас чувства? Ну, есть тонкости. Например, если вы чувствуете зависть, и это духовная зависть, то на самом деле вы остаетесь доброжелателем того другого человека. Вы всегда будете чувствовать то, что вы стараетесь помогать другим. Я приведу пример. Я проповедовал в России, в маленькой деревне Первомайке. Я давал лекси там, и потом, одна бабушка спросила меня, что? I was giving class there, and one elderly lady asked me. And so, the lady asked that, sometimes, I'm experiencing, she said, каждый вечером я читала источник книга. And I'm feeling some strange emotions coming. And I want to know, is it right? Is it wrong? Maybe I'm a sahajiyah. So I said, what are you experiencing? She said, when I read Rasa Lila, then my body starts to tremble, у меня тело начинает дрожать. And I start to cry. И я начинаю плакать. Is it right? Is it right? Maybe I'm a sahajiyah. Maybe I'm a sahajiyah. Is it a real experience? Or is it of just imagination? So I said, no, that's, I said, you know, this is good. You should want that. This is what we want. I said, it's good. Надо, надо стремиться к этому. Мы хотим этого. She's reading Prabhupada's Krishna book, and she's crying. It's good. It's good. Источник вечного наслаждения, Prabhupada. Some old, you know, grandmother in a village in Russia. And she's crying. Babushka в деревне. So, that's what we want. She's living a very pure life without sense gratification. She's chanting Japa every day and serving Krishna. But I said that, but don't tell others about this, keep this to yourself. Because you, if you tell others, then you might get the wrong motive. You might develop the wrong motive. You try to show off Если вы это расскажете другим, то у вас может развиться неправильная мотивация. То есть вы начнете это для показа делать. И в любом случае ваши чувства идут, если вы это сделаете. Но продолжайте читать источник каждый вечер. И не волнуйтесь, если у вас там что-то не получается. Но в любом случае вы должны мне объяснить подробнее. Харе Кришна. Да. Мне вот отношение к проклятиям брахманов не понятно. То есть я понимаю, что чистый преданный должен стремиться к чистоте. Но отношение между кого-то богами, между проклятием брахманов, вот это... And reading from Bhagavatam, what is going on among demigods, what kind of relationships are there, because as she understands, Rudra is a son of Brahma, and Rudra then created those beings that almost destroyed half of the Krishna's kingdom. and what is the meaning of this? Very difficult... We understand that they should be pure, but what kind of relationships are they, and why did Brahmanas then curse him, and what kind of dealings are these? The demigods are not all pure devotees. Полубоги, не все чистые преданные. But they're empowered jivas, living entities. Но они уполномоченные jivы, живые существа. And sometimes they... Although they want to cooperate with the Lord, Хотя они хотят сотрудничать с Господом, they still have material desires. У них есть материальные желания. At least most of them. По крайней мере у большинства. So, sometimes their relationships may... We may see some faults there. Поэтому иногда мы можем увидеть недостатки в их отношениях. But one should not try to imitate them. Но они надо подражать им. Because they're great controllers. Потому что они большие правители. They're much greater than us. Намного, намного значимее, значительнее, чем мы. And there can be so much to be said, but we have to, we should stop now. Можно было бы много говорить, но у нас нам надо прекращать сейчас. Because Prabhupada Vishnu Swami Maharaj will give his lecture now. Потому что сейчас Prabhupada Vishnu Swami кришна с братом Баларамой только что кончили обедать. Мать Яшода chanted mantras while rubbing his belly to ensure that he won't get indigestion. Мать Яшода прочитала соответствующие молитвы, массируя ему живот, устранить несварение. Нанда Баба went out to the pastoring grounds and Баларам went into his room to take some rest. Нанда Баба отправился на пастбище, а Баларам в свою комнату чтобы чуть отдохнуть. And Krishna went wandering around the cow pens, which means near the Goshala, nearby the house. He was just playing there and he was desiring to meet with the Gopis. But then he heard his mother Yashoda calling for him and so out of love for her he came running back to the house. So although Krishna is always very eager to consort with the Vrajagopis he also has a special love for his mother. Krišna is Akila Rasamrita Sindhu he is the ocean of all relationships. Krišna называет Akila Rasamrita Sindhu so he relishes loving exchanges with all of his Vrajabhakta not just the Gopis in Madhurya Rasa. These points are made in Sanatana Goswami's commentary to this point to this part of the Lila. Of course the Gopis love is considered to be the highest but it's not the only type of relationship found in Vrajadham. And in this section of the chapter in these lilas we will hear both these types of relations we'll hear about Madhurya Rasa and Vatsalya Rasa. So Krishna comes back to his home and he goes into his bedroom and lays down on his bed. and his bed is described as very beautiful with the canopy and there's pearls strings of pearls hanging down on the edge of the canopy. So these are very decorative but they also have a practical purpose when there's a full moon in the evening they shade the light so that Krishna can rest. Krishna has two kinds of pillows on his bed. One type look like full moons they're round but they don't have any spots like marks on them. And the other ones are elongated. But the one that he uses to rest his head on is very soft. And his room which is considered to be very palatial and beautiful it's the flavor of aguru incense is burning there. and he has many different types of attractive closets in the room which are decorated with jewels. So the gopis are there and they're serving Krishna. Radharani puts some pan into Krishna's mouth and Lalita Devi and Chandravali are massaging Krishna's feet one each. And there are many different gopis and again they divide up the services. Some of them are waving a chamara others have more pan some are holding like a beautiful pot or vessel for catching the remnants after Krishna's finished with chewing the pan and others have jeweled pots of water some are singing songs and offering prayers to Krishna. others are playing musical instruments while those other ones are singing. And one or two are pleasantly conversing with Krishna. Одна или две проводят с Krišnой. Занимают Krišnu приятные беседы. So these are the different services that the gopis offer to Krishna. Вот такие виды служения предлагают гопи Krishna. And these are some of the services which are available for us when we go back to Godhead. We're so fortunate. И нас тоже ожидают некоторые из этих видов служения когда мы вернемся обратно к Богу. К Богу если нам конечно так повезет. But it's also significant that some of them were singing songs with Krishna's names and offering prayers because that Sankirtan is very pleasing to Krishna. And we all heard that Shri Mati Radharani is Krishna's top most loving devotee. Shri Mati Radharani is the highest of the beloved Krishna and it's interesting to note that her services include singing and dancing and cooking. It's to note that her services include singing dancing and cooking. So these are considered important. these are important. So now Krishna took the remnants of his panna and he gave as like a reward or reciprocation to each and every single gopi that was there serving him. Krishna берет остатки того panna который он уже переживал и в качестве вознаграждения отдает каждый без исключения по кусочку отдает каждый без исключения gopi and this was also done individually he reciprocated with each one in a slightly different way. So it's not that Krishna only receives service from his devotees but he's also very eager to please them and make them happy also. неверно думать что Krishna принимает служение своих преданных он сам стремится всевозможными образами доставить удовольствие им. So he satisfied all of his girlfriends there by this type of behavior. Итак своим поведением он доставляет удовольствие он оставляет всех своих возлюбленных девушек в полном удовлетворении. And being so pleased by his by the conversation with Srimati Radharani he felt so satisfied and relaxed he slept for a few moments. So although he was exchanging with all of the devotees still the chief of all of the gopīs he conversed with which was the most intimate. men. So then Krishna made some gestures that they all should go home. So they all very joyfully went to their individual homes. Now, usually, one might imagine that Krishna tells you to leave, that he might not be so joyful. but he secretly spoke to each one and he made a rendezvous to meet each one later and this was done unbeknownst to all of them. To the others. Yeah, to the others. But they are happy because he managed to talk with each of them without knowing. And to announce a meeting with each of them. So then Shri Dama came and he with great effort took Sarup home to his home. Sarup is the name of Gopakumara his eternal name. So Gopakumara is telling his disciple the mature brahman that so what what Krishna did in the evening I cannot say. That's not our business. Gopakumara said his disciple that he what Krishna did at night he cannot say it is our story and it is Because he thought that Gopakumara thought that his disciple might wonder what Krishna meant by making some gestures with his eyebrows to the gopis. So he answered that possibility with this statement. Gopakumara believes that his teacher is not interested to know what Krishna pointed out with certain movements of eyebrows in conversations with Gopakumara and so he answers this possible question. So he said that I spent the whole night in creating anxiety. Далее он говорит, что всю ночь я провел в огромном беспокойстве, и рано утром сразу же отправился в дом Нанды, в Магараджи. Это означает, что Саруп был так рад, что это был его первый вечер в духовном мире, в Калако-Вриндаване, и он не мог спеть. Он был так рад, так рад, так рад. То есть, очевидно, можно заключить, что Саруп был очень, так сказать, он очень волновался. Это ведь была его первая ночь на Калако-Вриндаване, поэтому он не мог даже заснуть. И утром, приходя в дом Нанды, в Магараджи, Саруп увидел на теле Кришны следы любовных игр, то есть всевозможные царапины и так далее. Мать Яшода сидела рядом с Кришной и терпеливо ожидала, когда же Он проснется и встанет. И тем временем, она изучала эти следы игры, пытаясь понять, очень осторожно трогала их, осматривала и пыталась понять, что же такое может быть. И она сказала что-то для себя. Ее мозг работает в очень простой и простой форме. Она просто думала, что мой сын играл в лесу, и он прошел через какие-то тверки, и теперь он получил эти знаки. И про себя она бормочет. Ее мышление отличается простотой, такой наивностью, прямотой. Она про себя бормочет, что да, мой бедный сын, он бегал по лесу с этими телятами, и видимо, там разные кустарники его поцарапали. И она сказала, что мой сын играл в лесу, и он так устал, что до сих пор он никак не может встать. Она даже представить себе не может, что всю ночь Кришна провел где-то в лесу с гопи, так сказать, танцуя. Так что она находит другой способ объяснить ситуацию, почему он так устал. В конце концов, он же еще совсем маленький мальчик, как же он мог танцевать целую ночь? Ее внимание привлекает также и царапины на его лице. И это ее задача. Как же он мог поцарапать свое лицо? Она задумывается и решает, что скорее всего это от того, что бегая по лесу он упал лицом вниз куда-нибудь в кустарник. Слава Богу, сейчас он этой боли не чувствует, потому что крепко спит. Смотри только, эта черная масса его глаз каким-то образом распространилась по всему телу, растеклась по всему телу. И к тому же по всему телу, так сказать, разлилась этот красный сок от пана, который он пережевывал. Все тело в нем. И, как разлился, он помял свою гирлянду, она разорвалась, и гирлянда, и ожерелье на шее. И вот так она про себя думает и так объясняет все. Все, что видит, но на самом деле положение таково, что эта черная мазь на его теле, это не его мазь, а мазь от глаз гопи. И этот сок от пана, это тоже сок не того пана, который он жевал, а который жевали гопи. И гирлянды с ожерельем разорваны не потому, что он переворачивался, а потому, что их разорвали гопи во время любовных игр. И к тому же она еще обнаруживает шафрановую пыль, пыльцу на его теле. И следы сандаловой пасты, и как бы гневается про себя, что, ах, эти безответственные девушки, эти гопи, которые вчера его омывали, они так и не смогли сделать свое дело хорошо. Они даже толком не мыли его, и вот он весь грязный. Но в действительности это красноватая пыльца или пыль, это кункума с груди гопи. Итак, Мать Яшода говорит про себя вот такие наивные вещи, все объясняет наивным образом. А в комнате в то время находятся все те же гопи, которые провели с Кришной всю ночь. И пока Мать Яшода, так сказать, обращает внимание на эти знаки, они испытывают всевозможные эмоции. Они волнуются, им стыдно. Затем они начинают смеяться, они боятся, как бы это не выяснилось и так далее. В конце концов, Кришна, так сказать, кончает свою лилу сна. Он просыпается, встает, Мать Яшода одевает его, омывает, одевает и усаживает вместе с Баларамой за завтрак. После того, как она их обоих накормила, Мать Яшода еще посылает Кришну немножко отдохнуть, поспать, потому что он все еще выглядит очень усталым. Затем она начинает готовиться к благочестимому отбытию Кришны в напастбище. Это время Кришна ежедневно проводит, так сказать, в прогулке со своим. Своими друзьями, пастушками. So this is called Nitya Lila, that happens constantly. And this is in Aprakat Lila. This is the pastimes going on in Galoka Vrindavan eternally. Hearing the Nitya Lila is beneficial for nourishing our love for Кришна. But there is another type of Lila called Nitya Lila, and that consists of primarily Krishna killing the demons. And those pastimes help to relinquish the Anarthas from our hearts, which are obstacles to our loving Krishna. So, Mother, you showed... Затем Мать Яшода говорит Гопи, чтобы они начинали петь песни, и таким образом создали благоприятную атмосферу для прощания с Кришной, когда Он уходит на пастбище. И хотя гопи, естественно, испытывают чувство разлуки с Кришной, но тем не менее они подчиняются указанию, и пытаются радостно петь эти песни, чтобы распрощаться с Кришной уходящим на пастбище. И так они поют эти песни, и тем временем несут на головах кувшины, наполненные водой. Водой, йогуртом, ячменным зерном и различными другими благоприятными substанциями. В то время Мать Яшода усаживает Кришну с Баларамой на сиденье рядом друг с другом, и наносит на их тела разные целебные мази, в первую очередь особенно на тело Кришны, потому что на нем множество царапин. Затем она надевает на тело Кришны такие защитные амулеты, это когти тигра. И драгоценный камень, изумруд, да, изумруд, которые имеют защитную силу. Затем она занимает нескольких пожилых брахмани, прахманок и пожилых гопи в проведении определенных обрядов. Эти пожилые брахмани благословляют Кришну, произносят определенные мантры, проводят подобные обряды. И хотя Кришна уже устремился, так сказать, на пастбище с друзьями, ему не терпится побыстрее туда, но ему приходится стоять и терпеть, все то время, пока эти пожилые женщины колдуют вокруг него, ему приходится зажимать то одну ноздрю, то другую, делать разные знаки на теле. Затем Кришна берет эти коробочки с обедом, которые приготовила для него Мать Ашода, свистит, так сказать, на своей флейте, отчего все коровы приходят, так сказать, в состояние боевой готовности, они все, значит, удаляются на пастбище. Когда он заигрывал на флейте, то встали не только коровы, то есть не только коровы приготовились выходить на пастбище, но этот звук услышали и все пастушки поблизости, по соседству, и они также все направились туда. И неважно, чем они в это время занимались. Кто-то, может быть, готовился лишь к выходу, кто-то готовил себе что-то там на завтрак, кто-то завтракал. Но как только они услышали звук флейты, они все бросили тотчас же и побежали туда, потому что не могло быть и речи о том, что Кришна выйдет на пастбище один, без них, следующих, прямо за ним. В свой обед, так сказать, Кришна связал в такой узелок, который повесил на эту палку, которую он носил у себя на плече. Играя на флейте различные мелодии, он этим как бы подгонял коров вперед. По улице уже бежали другие маленькие. Мальчики-пастушки. Одни из них тоже играли на своих флейтах или свирелях. Другие дули в буйволенный рог. А третьи брали траву куша, которая росла по дороге, и прикладывали ее к губам, вот таким образом. Издавали такой свистящий звук. So then, Кришна и Баларама стояли там, пока вокруг них собирались все их друзья, прославляя их великой радости. И у них с собой были игрушки. Всевозможные апахала, чаморы, эти сандалии, сиденья и так далее. У них с собой были и шары, мечи, мриданги. Они были оснащены всевозможной атрибутикой для игр в лесу. Баларам, как старший, шел первым, а Сарупа шел вслед за ними. А гопи тем временем придумывали всевозможные предлоги, чтобы пойти хоть какое-то время вслед за пастушками. К примеру, они говорили своим родителям, что идут в лес, чтобы нарвать, собрать там несколько цветов для поклонения Богу Солнца. Или что-нибудь в этом роде. Когда Гопа Кумар обо всем этом говорил своему ученику, этому брахману из Мадхуры, он даже не употреблял слово гопи. Он просто говорил они, потому что он боялся как бы испортить это настроение пастушков, ну, мальчиков-пастушков, которые он, который, ну, это дух их состояния, который он пытался передать своему ученику. И как я уже говорил об этом вчера, он боялся даже намекнуть о гопи, чтобы, так сказать, не начать непроизвольно медитировать на отношениях. Кришны с гопи, которые погрузили бы его, одна мысль о которых погрузили бы его в такой экстаз, что он утратил бы способность рассказывать своему ученику то, что он должен был рассказать. Так что очевидно, что и мальчики-пастушки восхищаются любовью гопи Кришны, и эта любовь даже их погружает в экстаз. А те, которые, те преданные, которые испытывают, которые находятся в Мадхурья-расе с Кришной, услышав о любви мальчиков-пастушков Кришны, также начинают испытывать, так сказать, экстатические признаки. Иными словами, всевозможные, так сказать, состояния преданности и всевозможные расы взаимно поддерживают друг друга. Так или иначе, гопи придумывают какие-то предлоги, чтобы проводить Кришну в лес, потому что они не могут выносить разлуки с Ним. Мать Яшода провожает Кришну до последних ворот, ведущих из деревни. Тем временем она замечает, что у Кришны лицо покрыто испариной, и она не могла выносить его. Она пытается утереть этот под рукой, но этого недостаточно. Тогда она берет конец своего, кусок своего цсари и обтирает его лицо. Когда Кришна говорит, спасибо, мама, спасибо, но теперь ты уже можешь возвращаться домой. Яшода поворачивается, делает два или три шага, и вдруг застывает. Она опять поворачивается обратно, бежит к Кришне, берет пан и кладет ему в рот еще несколько кусков пана, она кладет ему в руку, чтобы ему хватило, чтобы обеспечить, что ему хватит пана на весь день. Спасибо, спасибо, мама. Теперь возвращайся, пожалуйста, домой. Домой. И так, кое-как. Она опять поворачивается и широко размахивает руками, как бы уходит, но всего два-три шага, опять застывает, опять поворачивается и бежит обратно. Она достает откуда-то, извлекает сладости, напитки откуда-то из своего сари и начинает кормить ими Кришну прямо там, посередине дороги. Спасибо, спасибо, мама. Даму-ай, даму-ай. Важал, даму-ай. Мали-шага, again, she's all right, all right. Хорошо, нормально. So then she turned again, three or four steps, she froze again and she looked back and she looked at Кришна and she couldn't bear it. She came running back to Кришна and she started straightening his clothes, making sure everything was nice and straight. and Кришна had to stand there in the sun and his friends are all kind of giggling and, you know, he's all okay, mama, my clothes are nice now. You go home. И она говорит, ну ладно, сын, я уже пойду и поворачивается, опять уходит, но опять всего два или три шага, опять застывает, поворачивается обратно, бежит обратно к нему и начинает поправлять его одежду, хотя она в порядке, но она все равно, так сказать, приводит его в порядок. Тем временем он стоит на палящем солнце, вокруг него хохочет, так сказать, посмеиваются эти пастушки, его друзья, и Кришна говорит, ну ладно, мама, возвращайся, у меня уже все в порядке. И она опять уходит, но опять застывает через несколько шагов, поворачивается обратно, бежит к нему и дает ему наставления, сопровождает его наставлениями на целый день. Она говорит таким жалобным, умоляющим голосом, потому что знает, какая шаловливая природа Кришны, и знает, что он может махнуть рукой на все ее наставления. Она говорит, мой дорогой сынок, пожалуйста, не ходи слишком далеко в этот лес. И никогда не ходи в ту часть леса, где кустарники. Прошу тебя, прошу. Да, мама, да, 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 да. Она опять пытается уходить, но опять застывает, поворачивается и возвращается. Оказывается, она вспомнила еще кое-какие наставления, которые забыла ему сказать. Но эти наставления предназначены для всех мальчиков. Она стоит и наставляет их всех. Мой дорогой Рама, ты иди первым, а Шридама и Сваруп должны идти сзади. Ты, Амса, иди справа от Кришны, а Субала должен идти слева. Но, пожалуйста, следите, глаз не спускайте из Кришны. Она все это говорит им, а сама не может оторвать глаз от лица Кришны. И далее она говорит, если солнце будет, так сказать, слишком жарким, то обязательно держите зонтики над головой Кришны. И, пожалуйста, смотрите, чтобы он, не дай Бог, не попал в ту часть леса, где кустарники растут. И смотрите, чтобы он обязательно вовремя пообедал. Прошу вас. И заканчивая весь этот долгий список, так сказать, своих ежедневных наставлений, она опять очень пристально смотрит на лицо Кришны, как бы пытаясь внушить Ему, что он обязательно должен это все выполнить. Итак, Мать Яшода ведет себя как любящая мать-корова по отношению к своему теленку. То есть она все возвращается и возвращается к нему много-много раз. И тем не менее она никак не может начать, так сказать, возвращаться домой. И тогда Кришна, в конце концов, падает в поклон перед ней, берет ее стопы себе на голову и говорит, «Да, мама, я все выполнил, что ты сказала. Не беспокойся, пожалуйста, возвращайся домой». Но говорит, «Ну, пожалуйста, Мой дорогой мальчик, Мое дорогое дитя, Пожалуйста, следи за собой». Кришна обнял Свою мать. «Пожалуйста, ну возвращайся домой». «Ты ведь даже не позавтракала». И у тебя множество обязанностей по дому. Много домашняя работа есть. Но Мать Яшода все равно никак не уходит. В конце концов, он кричит, «Ну, отправляйся домой». И тогда она быстренько зашагала обратно. Но на первой возвышенности, на первом холмике, она опять застыла, повернулась и словно окаменела, глядя на своего сына. «Из ее грудей сочилось молоко». Она окаменела, не могла даже двинуться с места. Столько любви у нее к Кришне. «Но, the young gopis started coming up from behind, following Кришна. И, although Яшода instructed them to sing, now they could no longer sing, because their throats were choked. with intense feelings of love and tears were flowing from their eyes and they were just stumbling along the path, because they couldn't see, because their eyes were filled with tears. But they just knew that Кришна was somewhere in the front and they just started stumbling along the path blinding. Тогда откуда там из задних рядов начинают выходить гопи следом за Кришной. И, хотя мать Яшода говорила им, что они должны петь, но петь они уже не могут. Их настолько переполнили любовные чувства, что у них голоса прерываются, петь они не могут, у них слезы льются из глаз. И поэтому они не видят даже дороги, но они предполагают, что Кришна где-то там впереди, поэтому они, спотыкаясь, как-то, значит, тащатся следом. Есть такая поговорка, посмотри перед тем, как прыгать или бежать. Представьте себе, как гопи бежали по дороге, ничего не видя. По какому зову они шли? То, что они бежали по дороге, хотя ничего не видели, означает, что их с Кришной связывала веревка любви, и они держались за нее. And this is the nature of devotional service. This is the nature of bhakti. The Navayugendras told Maharaj Nimi in the 11th canto, O my dear king, on this royal path of bhakti, one can never be bewildered at any time. Even if he runs with his eyes closed, he shall never slip or fall on this path. Об этом же говорят и Navayugendras в 11-й песне Бхагаватам в беседе с Махараджей Nimi. Они говорят, что наш дорогой царь, путь bhakti таков, что даже если человек бежит по нему с закрытыми глазами, он никогда не споткнется и не упадет. Потому что путь bhakti таков, что если по нему идет искренний человек, то даже если он не обладает всевозможным знанием шастра, но обладает искренностью, то Кришна будет вести его изнутри. В Гите Кришна говорит те-шам-сатте-юкта-нам бхаджи-там притти-пурвакам дадами-будри-йогам-там that those who are engaged in devotional service and they worship me with love, then I give them the knowledge by which they can come to me. Об этом же Кришна говорит и в Бхагавадгите, что те, кто поклоняются мне посредством преданного служения, я даю им разум, с помощью которого они могут прийти ко мне. Такова природа преданного служения, что гопи, хотя ничего не видели, все равно смогли следовать за Кришной по дороге и они не падали и не спотыкались, хотя не могли ничего видеть. So they couldn't say anything. Their hearts were choking. Their hearts and their throats were both choked. They couldn't say anything. say anything. They couldn't They couldn't say anything. They couldn't say anything. They couldn't say anything. Their hearts and their and their heart were broken. So Krishna was anxious to tell them to go back home also. And he did so with some expressions on his face with his eyebrows and with his hands. And then he sent some messengers also to tell the gopis you should go home. This is no place for young girls. We're going deep into the forest now. It's dangerous. Please go home. Он даже отправил посланцев чтобы они сказали гопи что это гуще леса они идут это совсем не место для молодых девочек что там опасно что они должны идти домой. So he was glancing at them very lovingly but at the same time indicating that they should go. And so finally they moved they began to go back to the village but they stood right next to Mati Yashoda just like her frozen like a painting with tears flowing from their eyes. с другими старшими гопами, то есть пастухами, своими друзьями. Когда он увидел свою жену, когда он увидел свою шору, статую, окаменелую, то он стал снижен с ее любовью для Кришны, и он тоже начался кричать. Его окружали жрецы, мудрецы, советники, то есть знать всей деревни, к примеру, как Упананда, его старший брат. Нанды noticed many auspicious omens that the animals were very happy because Krishna was going to the forest, so the animals were very happy. И Нанды saw this as auspicious. So that made him joyful, but he still felt the pain of Krishna's impending separation. So Nanda Baba embraced Krishna and Balarama and smelled their heads as he was crying. So Nanda Baba обнял Krishna and Balarama and Nanda Baba and started nüхать их волосы and pralивать слезы. And the animals, they were circumambulating Krishna and Balarama and Nanda Baba as this was happening. А в то время животные обходили по кругу Krishna, Balarama and Nanda Baba. Deers and also the birds were flying. Then Krishna did the same thing to Nanda. He bowed down to him. He touched his feet. He embraced him. Then he begged him, please you go home now. You have many things to do. And you also have to organize receiving me in the late afternoon when I come back. With Nanda Baba and Krishna he did the same thing that with Mother of Yashoda he did the same thing. He bowed down to the earth, he touched his feet, then he bowed down to him and said, please, now come home. There are a lot of things. And also, you have to prepare to my return at night. So then, all of them, all the Brjibhasis stood there as Krishna disappeared into the forest with his friends. and all the Brjibhasis stood there and watched Krishna with his friends. They were all standing there crying and stunned just watching. And even though they couldn't see Krishna, they stood there until they were listening to the sounds of the cows mooing and the flute. And they stood there until the last sound disappeared. And only then they went back. И хотя слезы не позволяли им видеть Krishna, но они стояли там до тех пор, пока могли слышать последние, самые, так сказать, тончайшие звуки флейты и мычание коров. И стали расходиться только тогда, когда ничего не было слышно. тогда они все с великим усилием повернули и направились обратно в селение, а молодые гопи стали петь песни, прославляющие Krishna. Hare Krishna. So, the chapter is actually only halfway finished, but I think this is a good place to stop and ask for questions. We We прошли всего лишь половину главы, но похоже это место подходит для того, чтобы сделать остановку и задать, выяснить какие-то вопросы. Про нас. Продолжение 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 Редакет Продолжение 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 старую пошли Ya place where Krishna is performing his pastimes in the material world. And there he grows up in the cowherd village, and he is in this way introduced to the community of the cowherds. Let him translate. And the question too. When the predate возвращается to the world, the entire life, the human life, it seems like a sort of stomp. It seems to be very short. But in these cases, I do not understand the question. You could say it in Russian? Иногда, как бы, случается, что, как бы, с одной стороны, преми, как бы, не было в духовном мире очень-очень коротко, ну, как бы, умение или что-то такое. А вот в других случаях, как бы, мы слышим в рассказах, для Кришны, как бы, приводят, как бы, новую кофе или что-то такое. Как бы кажется, что бы они не были? Ответ таков, что, когда преданный уже достигает совершенства, то перед тем, как отправиться в духовный мир, сначала, покинув материальное тело, он рождается опять в материальном мире, но уже в таком месте, где Господь проводит свои игры, он рождается во Вариндаване и вырастает в семье пастухов. Потому что Кришна's Браджа-лила is Nara-лила. It's very human-like. And all of the devotees, they don't consider that they're in the spiritual world or that Krishna is God. So, it's not appropriate that someone just kind of appears there, a pop. Oh, there is a new devotee. So, that's not appropriate for Вараджа-лила. Oh, he's, you know, been liberated. Oh, welcome back. So, devotee is introduced to the cowherd community by taking birth in Krishna's Bhoma Vrindavan first. That's the usual procedure. Now, in that, having said that, right, in that context, the devotee, either a boy or a girl, at some point is going to be introduced to Radha, Krishna, or both of them. And at that point, they will say, oh, here's a new, you know, gopi. But they know that she's been in the village and they know her name, they know her family. Just like here, in this story, they all know, Krishna knows that, oh, immediately he says he saw a Sarup. He said, Shri Dhamma, oh, here's my good friend, Sarup, who is the sun who shines light on the lotus of your family. And everybody, Shri Dhamma knew him, Krishna knew him, and Balaram knew him, and Madhya Shoda. Although they recognized that he was, like, coming from going away from somewhere, their understanding might have been that he was in another village for a while, or he went, you know, for some village excuse. Oh, there's your friend, there's my friend, haven't seen him for such a time. Да, так что нового преданного там вводят как бы в круг друзей Кришны или Радхи, знакомят его с Кришной или Радхой в какой-то момент. Но его прошлое, его биографии уже известны. То есть известно, в какой семье он родился, где и как он рос и так далее. То есть он уже известен самого своего рождения. Подобно тому, как и в этой истории с Гопа Кумаром, когда он возвращается в духовный мир, то его уже знают. Кришна говорит, о, Сарупа, тебя так долго не было, Баларама его узнает. Кришна говорит щедами, что вот видишь, вернулся Сварупа, который является цветом лотоса в твоей семье. Ну и подобные слова. Мать Яшода его узнает. И они всего лишь предполагают, что скорее всего Саруп где-то удалялся на какое-то время с какими-то, так сказать, сельскими делами. Может быть, был в соседней деревне, может быть, куда-то путешествовал. И особенно, в regards to the young girls, потому что а lot of them may come from the next village, and they're betrothed to one Gopa in Nanda's village. And so they may just come from another village and nobody really knows them. And they're, you know, they become wedded to one of the men or boys, because they do it when they're very young. And so she may come, you know, when she's 10 or 12 years old. They have a marriage ceremony. And now she leaves her home in the other village, and she comes into this village. So now she's a new Gopi. And Krishna thinks, hey, there's a new Gopi. She's beautiful. Oh, very nice. Особенно это касается молодых Gopi, потому что их выдают замуж часто. Они рождаются где-то в соседней деревне, не во Вриндаване. Но затем их выдают замуж за какого-нибудь Вриндаванского Gopi, Вриндаванского пастушка, взрослого или молодого. И в свете Кришны появляются новые Gopi. И Кришна думает, о, у нас новые Gopi, какая она красивая. So in this way they... Everything is arranged by Yogamaya Devi. By Yogamaya or Purnamasi. She's Lila Shakti, and she makes all of the arrangements that everything is understood properly. Вот так это все происходит, это все устраивает Purnamasi, так сказать, Yogamaya, или Lila Shakti, как ее еще называют. Она все это делает наилучшим образом. Yes. Yes. As we know, Goloka Vrindavana is the highest planet in the spiritual world, where Krishna's pastimes are taking place. Is there such a place in the spiritual world, where Lord Chaitanya's pastimes will take place? And how it is caught? What's going on there? Yes. 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 Это место есть. Goloka Navadvipa, есть. This is parallel to Krishna's Brajadam. There's also Navadvipa dam, Gora dam. Parallel. Parallel. Никогда не принимает саньясу и не уходит. He never travels to preach. Никогда не отправляется на проповедь, не путешествует. Like this. Like this. So, the Navadvipa pastimes, before he takes sannyasa, is the Nitya Lila in Goloka Navadvipa. And what's going on there can be read by seeing the general pastimes in Chaitanya-Chartamitta and Chaitanya-Bhagavata and other such scriptures. Итак, Господь Чaitanya проводит свои игры до принятия саньясы. Это вечные игры в Navadvipa, Navadvipa-dhamme. То, как это все проходит конкретно, можно узнать по таким книгам, как Читanya-Chartamrita и Читanya-Bhagavata. Yeah. So, you have to read those books. And you can understand. A devotee who is attracted... The Lord has two features, Madhurya and Audhurya. So, a devotee who is attracted to the Madhurya feature, he appears... he goes to Vrajadam, Goloka Vrindavan. The devotee who is attracted to the Audhurya feature, he goes to Goloka Navadvipa. And a devotee who has attraction for both, he has two forms. One in Krishna-lila and one in Gora-lila. And that's possible. And that's written by Bhaktivinoda Thakura and Javadam. Mm-hmm. Mm-hmm. У Господа есть два аспекта привлекательности. Это Madhurya и Audhurya. И те преданные, которых привлекает аспект Madhurya, рождаются на Goloka Vrindavan, а те, кого привлекает Audhurya, рождаются на Goloka Navadvipa. Однако есть и такие, которых привлекает одинаково и тот, и другой аспект, и они получают две формы. Одна из них участвует в играх Кришны в Голоке в Риндаване, а другая участвует в играх Господа Чайтани в Голоке на Вадюпе. Продолжение следует... Продолжение следует...